Образцового второго разряда. Это одно из средств измерения, которое также у нас находится на АЗС. Ежегодно это средство измерения проходит проверку сертифицированными органами. Объем мерника 10 литров. Как вы видите, верхняя часть мерника представляет собой цилиндр очень небольшого диаметра, нижняя часть для топлива она, соответственно, широкого диаметра. 10 литров соответствует делению от 10 длициметров кубических. Соответственно, если после налива топлива остановится на этом уровне, это будет означать, что это ровно 10 литров. Далее отклонение цена одного деления 10 мл. Соответственно, если отклонение идет вверх, это плюс 10 мл, если вниз, это минус 10 мл. С точки зрения закона допускается работа оборудования с точностью полпроцента. То есть от 10 литров это составляет плюс-минус 50 мл. Это требование законодательства с точки зрения настройки оборудования. Согласно стандарту мы первым наливом просто мерник сполоснем, то есть мы не будем наливать полностью объем. Дмитрий его сейчас сполоснет, освободит на ваших глазах, убедитесь, что в нем не осталось топлива, и после этого уже вторым вторым наливом мы нальем ровно 10 литров, чтобы посмотреть результат. Это требование методических указаний, которое... Иначе точность мерника не будет соответствовать заявленным параметрам. Мы просто его споласкиваем, ну, по сути, увлажняем мерник. Дрессор это шведская оборудование? По-моему, да. А регулировки какие-то есть на колонке, наверное, да? Или как? Колонка это средство измерения. Конечно, точность подачи топлива, она регулируется. Все узлы, с помощью которых регулируется точность подачи топлива, они опломбированы. Это контролирует государство. Соответственно, наш ЦСМ, ежегодно мы их вызываем, они проверяют... Не заправщики контролируют? Нет, нет, конечно. Это делают только сертифицированные государственные органы. То есть ЦСМ. Центр стандартного измерения метеорологии. У персонала АЗС доступа нет. Для того, чтобы получить доступ, нужно снимать пломбу. Ну, соответственно, использование оборудования без наличия пломба-поверки запрещено. Это не нужный бензин? Это нужный бензин, мы его сливаем обратно в резервуар. Коллеги, сейчас вы можете наблюдать по счетчику. Мы нальем 10 литров топлива и посмотрим, какие показания будут у мерника. Это махнул, наверное, там, в трассе. Мы уже махнули. Это махнул.